Сейчас олимпиадники серьезного уровня, это примерно то же самое, что и спортсмены. Кирилл Рощин, победитель первой открытой международной астрономической олимпиады. Абсолютный победитель Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Призер Всероссийских олимпиад по физике и экономике. Обладатель диплома первой степени 29-й Санкт-Петербургской астрономической олимпиады. Ученик школы Центра педагогического мастерства. В 7-м классе я стал призером финального этапа Олимпиады имени Максвелла по физике. Причем я тогда был около последнего призера. Я как-то начал с того момента переосмыслять, а все-таки, видимо, я, наверное, могу достаточно много сделать в этом плане. Я достаточно могу на серьезный уровень в Олимпиадах выйти. И к 9-му классу я решил, что надо бы, наверное, все раз по трем предметам писать. Астрономия, физика и экономика. Можно сказать, вот так вот физика и астрономия для меня это такая вот связка, которая у меня всегда в приоритете. И которую я иногда даже не особо разделяю. Конечно, в последнее время больше всего астрономией я занимаюсь, собственно, потому что у меня и достижений в ней больше. И это во многом такой вот замкнутый круг. Как бы больше достигаешь, больше начинаешь тренироваться, чтобы еще больше достичь. Кирилл основательно подходит к тем вопросам, которые перед ним встают. По астрономии и Кирилл к Олимпиадам по физике очень много готовится. И сейчас кандидат в сборную России по физике вместе с членством сборной России по астрономии. Победа на любой Олимпиаде – это в первую очередь труд. Большой труд, труд над собой, это много занятий. Когда я вижу перед собой цель, я могу достаточно интенсивно работать, могу прикладывать много усилий, потому что я хорошо знаю, зачем я это делаю. Мне, конечно, хотелось стать абсолютным победителем, потому что это такое знаковое достижение. Но я понимал, что как бы именно в плане абсолютного победителя есть достаточно большой фактор случайности, потому что есть много сильных людей, которые конкурируют за это место. И там где-то баллом больше, баллом меньше – это может сыграть достаточно сильную роль. В принципе, вот такое вот ощущение выполненной цели, которая долго шел, долго тренировался. В следующем году я тоже планирую участвовать во Всероссийских Олимпиадах. Конечно, отбираться на Международную Олимпиаду, естественно, я планирую. Это будет такая вот основная уже цель на 11 класс – именно съездить на Международную Олимпиаду и хорошо так выступить. Субтитры создавал DimaTorzok